Да, здравствуйте. Рада приветствовать вас из операционной центральной клинической больницы. Хочу представить бригаду, которая с нами сегодня работает. Мой ассистент Наталья Владимировна и Дмитрий Вячеславович, наши врачи, наши сестры Ангелина и Елена, а также наши замечательные анестезиологические бригады Екатерина Викторовна и Мария. Мы все рады приветствовать вас и готовы начать представление первого пациента. Сначала несколько слов об оборудовании, на котором мы работаем. У нас стойка фирмы Olympus, стойка Avis X03 и ультразвуковой блок ME2 Premier Plus, который позволяет проводить практически весь спектр необходимых исследований, необходимых дополнительных опций при эндосонографии. И наш пациент – это молодой мужчина. По анамнезе у пациента 3 месяца назад выполнена радикальная простатоктомия по поводу опухоли предстательной железы, стадии опухоли Т2Н0М0. И тогда же при обследовании по поводу основного заболевания у пациента было выявлено какое-то образование. Образование выявлено между стенкой желудка и левой долей печени. И по поводу этого образования прислали его для эндозии, чтобы определить, что это является. Либо это вторичное какое-то поражение, либо это, может быть, неэпителиальный опухоль желудка. При гастроскопии никаких изменений в стенке желудка мы не выявили. И поэтому начинаем ультразвуковое сканирование. В данной ситуации мы стараемся ультразвуковое сканирование начинать из антрального отдела желудка, подтягивая аппарат на себя. Сканирование стенки желудка, как я уже говорила, используем радиальный эхоэндоскоп. И используем частоту сканирования здесь 12 МГц сейчас для стенки желудка. Итак, вот если видна ультразвуковая картинка, печень, желчный пузырь, я начинаю подтягивать аппарат из антрального отдела желудка по направлению к зоне интереса. И вот появляется при сканировании вот то самое образование, которое вызывало такие вопросы. Ну, вот оно прилежит к стенке желудка, к малой кривизне, я бы сказала. Сейчас мы немножечко его изменим. Попробуем вывести в другую позицию его. Ну, вот при таком сканировании создается впечатление, что это образование исходит из стенки желудка. Лена Владимировна, буду рада вашей помощи, если вы здесь готовы поучаствовать. Немножко сейчас я увеличиваю. В этой позиции было ощущение, что исходят действительно из стенки желудка. Вот, 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 да? Смотрим. Как-то оно... Видите, я бы сказала, вот здесь ощущение, что это все-таки не из стенки желудка. Видите, вот оно отходит. Так, Елена Николаевна, там небольшое количество жидкости есть в брюшной полости, да? Получается, что да. Хотя, скорее всего, это была не жидкость, а я сканировала из центрального отдела через угол желудка. Видимо, это была жидкость в просвете желудка. Сейчас я немножко вот почунула аппарат. Вот здесь мы стоим напротив этого образования. Да, из этой позиции кажется, что не из стенки желудка. Да, сейчас хорошо, четвертый слой прям отдельно просматривался. И такой, надо сказать, не нарушен, равномерный, регулярный, поэтому... Просто мне кажется, что то, что кажется, что жидкость, мне кажется, это... Хотя... Елена Николаевна, а что же нам говорит компьютерная томография? Компьютерная томография теряется в догадках, что это может быть. Компьютерная томография не может определить принадлежность этого образования. Спасибо. Давайте попробуем. Сейчас хорошо было видно. Все-таки согласна, что это компрессия извне в образовании, не совсем стены. Я сейчас включила доплеровское кортирование. Виден явный кровоток в этом образовании. Вот так. Давайте измерим образование, пожалуйста, размеры, чтобы нам... Край муха я слышала разговоры про фотофиксацию, поэтому надо обязательно измерить образование. И запечатлеть в образовании. Очень важное, на самом деле. То есть, я действительно, мне кажется, был какой-то мысль относительно дополнения. Потому что много органов у нас, много нозологии, которые мы пытаемся диагностировать. Давай, пожалуйста. Как раз хотела дополнить про точки фиксации. Вот вопрос, который был. Если мы будем сравнивать с точками фиксации при колоноскопии и гастроскопии общепринятыми, то здесь при эндосонографии. Я думаю, что таких протоколов будет несколько разных, касаемо того, какую конкретно область мы смотрим. То, что Елена Владимировна прокомментировала, это в основном гепатопонкреатопилиарная область. Но если мы будем рассматривать, например, как вот эту патологию, то есть новое образование, здесь точки фиксации будут другими. Поэтому вопрос о том, что нужно разработать такие гайдлайны с точками фиксации, абсолютно правильно Юрий Геннадьевич сказал, этим нужно действительно заниматься. Но это будет, наверное, несколько разных протоколов. Ну вот, возвращаясь к нашему изображению, для того, чтобы определить, исходит ли образование из стенки желудка или из какого слоя, все-таки надо постараться поставить аппарат в точку, где имеется начало образования, вот как в данной ситуации фриз, если можно. И курсором я могу показать. Видно, что виден четко мышечный слой стенки желудка, который имеет такое характерное расширение, и все-таки похоже, что данное образование исходит из стенки желудка. И я думаю, что в данной ситуации мы можем за большую долю уверенность сказать, что сейчас хорошо это видно. Да, очень хорошо видно. Да, что мы имеем дело с неэпитериальной опухолью желудка. Вероятнее всего, это гастродицинальная астромальная опухоль, учитывая то, что исходит из мышечного слоя стенки желудка, и то, что имеет такой вот выраженный кровоток и неоднородность. Вот видно сейчас хорошо вот эту неоднородность. Хорошо, даже видна серозная оболочка, которая идет по наружному контуру. Так, еще раз, Лена Главовна, а как это было выявлено, это изменение? Это КТ при обследовании по поводу заболевания предстательной железы выполнялось КТ, и на этом КТ случайная находка вот этого образования брюшной полости. Скажите, пожалуйста, и что все-таки в резюме, давайте мы для нашей аудитории скажем, что мы сейчас на этом диагностическом этапе видим, исходит, откуда исходит образование по-вашему? В резюме, что вот видно тоже хорошо вот. Сейчас, секундочку. Больше данных за то, что все-таки это гастродицинальная астромальная опухоль, то есть у пациента имеется два образования. Два образования имеется? Ну, первое образование – это опухоль, извините, предстательной железы, которая прооперирована уже, и вот это образование по задней стенке желудка получается, ой, вернее, извините, по большой кривизне, вот даже сейчас видно на эндоскопической картине его, становишься, вот оно, такое перемещающееся. Я думаю, что это гастродицинальная астромальная опухоль с преимущественным ростом вовне, внежелудочном, и с небольшой точкой фиксации, которая позволяет ему смещаться вот так относительно стенки желудка. Николай, а можно попросить… Елена Владимировна, можно, не слышу вас. Можно вас сейчас, минуточку, должно быть хорошо слышно. Сейчас слышно? Да. Можно попросить, чуть-чуть уменьшить изображение, чтобы некоторую такую обзорность. Мы сейчас свои стенки посмотрели, чуть уменьшить. Ага, и постараться расположить датчик над вершиной новообразования, вот прямо над вершиной, немножко создав фокусное расстояние над выступающим, деформирующим просветом. Давайте вот еще попробуем из этой точки, потому что при сканировании, при проскальзывании, вот этой зоны, я понимаю, что по выступающему контуру аппарат скользит. Давайте, вот, 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 отлично. Попробуем. Кажется, что без мышечного способа вспоминать. Елена Николаевна. Да, Елена Геройчевна. Хорошо. Да, вот смотрите, особенно когда так позиционируется, действительно кажется, что расширенный мышечный слой и по наружному контуру новообразование серозная оболочка. Еще раз вот давайте. Да, вот есть такое ощущение. Я с вами соглашусь, Елена Владимировна. Ну, на самом деле, учитывая, что все равно немножко нетипично выглядит, я бы, честно говоря, выполнила пункцию этого образования для того, чтобы наши морфологи посмотрели тип клеток. Либо это клетки лимфатического узла, либо это клетки вертиновидные, клетки, характерные для ГИСО. Но только что, если есть сомнения, давайте тогда сделаем пункцию. Да, я думаю, что мы сейчас поменяем аппарат. Давайте, меняйте аппарат, и мы быстренько сделаем пункцию. Да, это мы сделаем быстро. Мы можем что-то пообсуждать, подискутировать еще. Я смотрю, что вы работаете в средствах индивидуальной защиты. Да, Юрий Геннадьевич, ну, у нас все пациенты обязательно выполняют анализ ПЦР на коронавирус. Пациент тоже выполнит анализ, он отрицательный, но так как это еще не является 100% защитой, так как это не является 100% гарантией того, что нет заболевания у пациента, мы все исследования доскопически выполняем в таком, это называется облегченный вариант у нас, респиратор, щиток, халат и перчатки. У пациента с коронавирусом полная защита, это респиратор третьего типа, это комбинезон, очки и щиток. Лена Николаевна, как у вас там дела? Сейчас мы как раз занимаемся поиском этого образования. Пока не могу его найти. А что вы скажете относительно периода освоения, все-таки от АЗОВ? Вот такое новообразование, конечно, тем начинающим специалистам проще найти с использованием радиального датчика. Да, у меня, например, сейчас проблемы с поиском конвексным датчиком этого образования, хотя радиальным я его четко видела. У вас, Лена Николаевна, вообще не может быть никаких проблем. Не тот центр, а совсем в целом. Откуда у вас могут быть проблемы? Лена Николаевна, я как раз хотела спросить, образование видно при эндоскопической визуализации? Нет, при эндоскопической визуализации вообще не видно было образование только. По всей видимости, это экстраорганный компонент. Да, мы его нашли с помощью ультразвукового исследования эндозии. Мы смогли его предположительно визуализировать эндоскопически. Выполняя ультразвуковое исследование эндосонографию, мы, конечно, должны понимать, где у нас соседние органы находятся. Мы должны четко понимать эту анатомию, надо ее изучить. Вот оно, это образование. Вот оно сейчас на ультразвуке видно. Но подозреваю, что эндоскопически мы его не увидим. Попробуем функтировать его из этой позиции. Хотя позиция очень неудобная, образование по большой кривизне. Крайне неудобно для конвексного эхоэндоскопа положение. Стараемся вывести в точку интереса зону пункции. Вот наше образование. Проверяем с использованием доплера трассу пункции. Размер 2 сантиметра максимальный, правильно? Да, 18 миллиметров. Я, наверное, ассистенту попрошу помощи в жесткой фиксации аппарата, потому что... Алена Николаевна, может быть, можно увеличить изображение, чтобы... Немножко масштаб, извините, да, чтобы самообразование было больше на экране. Да, вот так получше будет. Видно это образование, да, сейчас? На экране. Да, видно образование было, да. На ультразвуке видно, вот выходит иголочка, видно, да, и сейчас вот она. Вот она смещается. Алена Николаевна, вы можете нам рассказать, какую иглу вы используете при пункции? Мы используем иглу нетиноловую, которую предоставили нам фирмы Олимпус, игла 22 гейдж. Это игла для эндоскопической биопсии, аспирационной. Это не биопсийная игла. Для пункции подтягиваем немножечко стилет. Так, если можно, жестко держим аппарат. Аппарат подержите. А, фиксируйте, да? Ага. Ну, вот видно, что мы в этом образовании сейчас иголочка. Пункции происходят достаточно резким таким толчком. Так, извлекайте стилет, покажу, пожалуйста. Не быстро. Первый пункт обычно я стараюсь выполнять на подтягивание стилета и не до конца, а где-то на две трети длины стилета, не используя аспирацию для начала. Ну, данное образование достаточно плотное, кстати, не выходит на игле. Чуть вот так вот. Чуть-чуть против часовой стрелочки. Ага, вот так держите. Спасибо. Вам там виднее, наверное, конечно, на экране, чем нам в этой удаленном трансляции. Как эта ткань, все-таки похожа на лимфоузел, не похожа? Может, это оказаться лимфоузлом, меня это немножко смущает, поэтому, собственно, и выполняем эту пункцию. По структуре самой, по эхо. Все, тягем до конца. Еще раз про иголку нам, можете? Что, Юрий Геннадь? Про иголку, иголку, функционную иглу. Очень удобная иголочка, достаточно гибкая, при этом хорошо пунктирует. Сейчас немножко, все-таки мы, так как достаточно твердое по ощущениям образование, подсоединили стилет, подсоединили вакуум и продолжаем вот такие верные движения иголой. Ну, я думаю, хватит. Открываем. Нужно посмотреть, да, что там будет за материал визуально. Да, сейчас посмотрим. Могу сюда положить? Могу сюда положить? Так. Так, ассистенты готовят у меня основной материал. Да, Юрий Геннадьевич. Ну, я согласен, что по тканевым характеристикам, так визуально, на эндосонографическом изображении больше похоже на ткань лимфатического узла, такая она эластичная. Вот когда игла двигалась внутри, или она никола, когда перемещала, окажется, как будто консистенция именно вот такая. Поэтому здесь нужно будет смотреть именно вот данные. На самом деле, со всех спорных случаях надо выполнять пункцию, потому что я помню, когда у нас была ситуация, похожая, непонятное образование, которое трактовалось как гастроэнсистенальная стромальная опухоль, оказалась очаговой такой линейкой с пластикой, эпителиальной опухоли желудка при полном отсутствии изменений каких-то со стороны слизистой. Ну, вот сейчас у нас получен материал, я думаю, что мы цитологам его отправим, к сожалению, у нас нет, он сайт из цитологи, нет у нас цитологов в кабинете. Ну, мы отправим, и я думаю, они нам дадут ответ, что это было. Хорошее такое количество материалов. Можем посмотреть, да, если... Там пока не подойдешь? Да, видите, как нам даже показывают красиво. Какое у вас впечатление, как вы расцениваете материал, еще сделаете, наверное, заход, да? Думаю, что нет, достаточно много материала, и появляется уже кровь. Я думаю, что второй и третий заходы уже будут неэффективны, хотя обычно мы делаем 2-3 пункции. Но в данном случае достаточно много материала, и, наверное, повторно делать не будем. Много материала, да? Что достаточно будет. Это очень важная оценка, конечно, визуальная, потому что, конечно, бывает очень видно, когда результаты не достигнут, несмотря на использование такой высокотехнологичной диагностики. Нет, что-то есть, по-моему. Лена Николаевна. Да, Ирина Гнатьевна, я думаю, что мы здесь с пункцией закончили. Мы, наверное, будем заканчивать следование своё этому пациенту, и мы поблагодарим вас, наверное. Наверное, перейдём по программе к следующему пункту нашей программы. Мы немножко размазали на стекле, видно, что материал получен, причём материал сканевой. Так. Я думаю, что на этом мы закончим пункцию у этого пациента и будем ждать результатов цитологического исследования. Ну что ж, ну отлично, спасибо. Спасибо. Спасибо.